всем здравствуйте сегодня у нас 7 апреля праздник как всем известно пополнение такое даже не думал что так будет не было видно вот она родила только недавно вот видите только недавно родила место только отошло под ней я не отойти еще мокрые так что вот такая вот у нас сегодня ситуация у меня овцы начали рожать приводить они от где-то в октябре месяце еще баран стайл любит пообщаться мешает и были у меня такие же лучи как и в прошлом году что я не потерял меньше конечно терял нежели в прошлый раз в прошлый раз потерь было гораздо больше но тем не менее видите это овца потеряла ягненка сколько она привела не знаю видите он не подходит пытается пытается покормиться но еще пока безрезультатно это вот место что отходит желательно чтобы они не ели я сама тоже на фото место что вышла с нее тоже чтобы не ела потому что молоко будет горчить и не это не будут кушать то есть они уже вымазались здесь они все суетятся толкаются я это видите вот как и выросли а может быть такое что овца привела ягненка месяц два покормила и снова загуляла сегодня уже смотрите апрель месяц она в октябре может быть привела откормила и загуляла так что все может быть смотрите куда пошел производителя это еще будущий производитель такая вот штука у нас сегодня в праздник он подзывает смотрите видите подзывает ягнят к себе не туда мол вы идете баран стоит ягнят не трогает не обижают принес витро с водой хотел напоить не хочет не хочет лично для нее принес не хочет вот я пока выберу место надо убирать чтобы не съедала овца ягнята не съедали пока снимаю не буду тревожить потому что спугнул овце еще больно после родов видите вот так вот сегодня в ночь на работу ухожу утром посмотрю приду посмотрим что она будет хотелось бы конечно чтобы они все выжили но так как у меня видите много вот этих вот ягнят не отгораживал малышей все они бегали я просто старался первые сутки чтобы я не то подошли и покушали и чтобы находили где и как кушать вот ему буквально ну и часто нету вот этим вот малышам ведь они сразу стали на ножки практически бывали случаи что очень-очень слабые были бывает и такое было мне тут самый маленький я показывал ягненок теперь вот эти вот самые маленькие когда много овец вот это вот такой вот конвейер они уже почти с половцы этим и рогатые уже какие разные вот смотрите какой нужно месяца четыре какие уже большие там больше терна на 15 минут живой вес вот тоже романов основу сейчас я красный романовский в основном потому как они уже у меня несколько лет уже перевелись уже овцы которые от первого окота я их тоже оставлял и они соответственно приводили мне тоже вот такое вот потомство да они как бы ассимилировались можно сказать перевелись ничего вот это вот тоже баран хороший крупненький это вот меринос вот это вот похожий он тоже не чистокровный потому что он родился от этого барана и белый овца меринос так что все может быть вот у нас еще вот это вот овца видите вот это вот беленькая такая серенькая скажем так романовская вроде как животик тоже полненький но у нее много шерсти может быть из этого оказаться что она видит круглая вот еще это округлее овца она стриженная она действительно может быть повторно беременная повторно смотрите какая толстая она кстати привела одна из первых в октябре посчитайте сколько уже пошло да она кормила своих малышей они живут бегают ароматные вот это вот от нее видите какой это баранчик еще точно такой же без роги по моему тоже какие же большие вот так вот толкаются пытаются пытаются малыши что-то нащупать найти видите как как он вот это тоже серенький а то и вот этой отцы что показывала романовская большая вот эта вот рядом там кругленькая стоит вот этот серенький и по-моему вот этот беленький один более светлее другой темнее вот они круглые уже большие громадные тоже вот трется разгоняется может поднуть а это вот овца старенькая уже мамка вот это вот барана смотрите не скажет да что он такой может мы уже привыкли ну все равно они мелкие овцы у нас не крупный порой